МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире телеканал Анантэ Новости Дагестан. В студии была Ахмедова. Здравствуйте. В начале выпуска по традиции, коротко о главном. Телеканал Анантэ победитель всероссийского конкурса «Смиротворец». Работа редактора художественного отдела Карима Даниева заняла первое место. Желать или нет – дело личное, но призывать против не получится. Президент страны подписал закон о запрете публичной пропаганды бездетности. Взяткодатель или взяточник? Кто виноват больше и почему? Об этом смотрите в выпуске. В Махачкале определился победитель 10-го чемпионата Шамильского района по мини-футболу. Подробности в спортивном блоке. Обильный снег выпал в горах Дагестана в таких районах, как Агульский и Шамильский. В некоторых местах высота осадков составляет 50 сантиметров. В связи с этим на дороге Тлядал-Бишта-Кедыро закрыты некоторые участки. Госавтоинспекция также напоминает водителям о правилах безопасного вождения в зимний период. Условия даже в пределах одной дороги могут быть разными, так как погода непредсказуема. Стоит сбавить скорость на треть, а дистанцию увеличить минимум в полтора раза. Будьте аккуратны и сосредоточены. Контролируйте ситуацию. Водите плавно и не совершайте резких маневров. Проекты телеканала ННТ стали победителями 16-го всероссийского конкурса «Смиротворец». Работа редактора художественного отдела Карима Данеева заняла первое место в номинации «Телевидение». Он подал на проект выпуски «Дагестанцы ищут жену» и приданная дагестанской невесты в передаче «Свободный микрофон». Спасибо большое. Я хочу выразить благодарность учредителям медиахолдинга «Наследие». Хочу выразить благодарность руководству телеканала ННТ, команде, с которой я работаю. И в целом, что, не ожидали, да? Думали? Это призыв к аплодисментам. Думали, дагестанцы только бороться умеют? Честно, я тоже так думал. Спасибо. Всего в этом году на конкурс было подано почти 13 тысяч работ. Участниками стали более тысячи СМИ и блогов. В финальный этап прошли всего 134 претендента, из которых жюри выбрало победителей. Отметим, что конкурс организован Федеральным агентством по делам национальностей при поддержке гильдии межэтнической журналистики. Стать родителем – выбор каждого. Но отговаривать от этого в России теперь не получится. Президент страны подписал закон о запрете публичной пропаганды «чайлдфри» и распространении любой информации, призывающей граждан отказаться от рождения детей. За нарушение грозят крупные денежные штрафы. Подробнее расскажет Абдулла Алиев. Чайлдфри «Свободный от детей» – термин, возникший в США во второй половине 20 века. Его применяет к людям, отказавшимся заводить ребенка. С годами обычное нежелание стать родителем переросло словно в идеологию, которая на данный момент, к сожалению, продолжает набирать популярность. Согласно опросам, около 30% жителей Штатов Америки и стран Европы придерживаются взглядов «чайлдфри». Чем старше я становлюсь, тем больше меня пугают дети. Их крики, их истерики иногда просто доводят меня до панических атак. Как итог, в этих государствах теперь очень низкая рождаемость. Подобная проблема есть и в нашей стране. Только в первой половине текущего года уровень рождаемости в России зафиксирован как самый низкий за последние 25 лет. В данной ситуации, по мнению властей, пропаганда бездетной жизни просто недопустима. Действительно, президент Российской Федерации подписал закон. Федеральным законом от 23 ноября 2024 года внесены соответствующие изменения в статью 6.21 Кодекса об административных правонарушениях, согласно которым устанавливается административная ответственность за пропаганду отказа от рождения детей. Ответственность административной выражается в форме штрафных санкций от 50 тысяч рублей. Если эти действия совершаются среди несовершеннолетних, либо с использованием средств массовой информации, то ответственность возрастает до 5 миллионов рублей. Осознанный отказ от детей, конечно, не единственная проблема, связанная с низкой рождаемостью в России. Но пропаганда Чалфри может только усугубить ситуацию. Если у молодежи отпадет желание становиться родителями, то очевидно, что население страны в будущем только уменьшится. Дети, конечно, это будущее. Без детей какая может быть жизнь? Смысл жизни – это дети. Я так считаю. Многим радость несут, многие их любят. А люди, которые говорят, что они мешают нам карьере, чем они мешают? Ничем. Они любовь тебе дарят, заботу дарят. Дети – это счастье. Счастье, любовь. Что еще сказать? Ну, что как могут дети помещать твоему карьере, твоей всей жизни? Если дети родились, то уже, во-первых, ответственность несет жених. Дети – цветы жизни. Нам нужно как-то создавать семьи. Ладно, там один-два ребенка, по-моему, нормально. А когда много, это реально мешает. Потому что, допустим, женщина погружается в быт. А мужчина отделяется от семьи. И он больше времени на работе проводит. И пытается заработать больше денег, чтобы обеспечить всю семью. Если ты хочешь детей, и ты готов к ним, можно и с работой совмешать, и себе время уделять и детям. Это будущее наше, как бы, да. И наследники, и как бы, ну, если правильно подход, отход к ним все делать, я думаю, очень важным будет. У каждого человека даже, у детей. Но это приходит со временем, получается. Если ты не готов к ним, то лучше повременить. Потому что это все-таки жизнь человека. И нужно очень серьезно к этому относиться. Дети – это наше будущее. Это то, ради чего, грубо говоря, мы живем. Это воспитание наших детей. Это создание нашей нации. Это дети – наше будущее, дети – наше все. Наоборот, надо спонсировать, надо, наоборот, как-то более рекламировать хорошую семейную жизнь. Нежелание иметь ребенка – это проблема, которая требует глубокого анализа, отмечают психологи. Подобное может произойти с теми, кто не нашел понимания среди родителей. Разочарование в семейной жизни – одна из причин отказа от детей. Конечно, бывают иногда ситуации, когда я страдал в семье, было насилие, были постоянные вот эти упреки, было холодное взаимоотношение между родителями. И вот это все проецируется во взрослую жизнь. И признаков может быть очень много. Здесь может быть даже настолько, что где-то иногда это становится манипуляцией уже во взрослой жизни. Мои родители стали взрослыми, они хотят наследников, хотят внуков. И вот здесь как будто идет вот это отзеркаливание своей детской боли, как будто возвращается. Вот сейчас я могу, могу вас лишить внуков. Ребенок – как помеха для карьеры. Отсутствие детей – путь к развитию. Сегодня в мире подобные ему заключения открыто и завуалированно распространяются среди людей, особенно среди женщин. Хотя нередки случаи, когда статус мамы не мешал представительницам прекрасного пола добиваться успехов. На самом деле, я думаю, что сегодня ребенок помеха вообще никак не может быть. Вопрос в другом. Насколько мы внутри это чувствуем и насколько мы воспринимаем это. И сегодня такое время, когда женщина может успешно строить карьеру и быть осознанной мамой. И быть… Но для этого у любого ребенка или у взрослого человека должна быть психологическая зрелость. И когда мы говорим про психологическую зрелость, это не всегда возраст. Согласно религиозным канонам, появление детей на свет – одно из значимых событий в семейной жизни. Это продолжение рода и возможность воспитать достойных людей, которые в будущем принесут пользу обществу. В многих аятах Всевышний Аллах приводит примеры пророков и праведников, которые обращались всяческими мольбами ко Всевышнему, чтобы Он им даровал детей, зная и понимая ту значимость и величие того, что Аллах даст им возможность после себя оставить хорошее продолжение. Любого человека, которого мы обучили чему-то хорошему, пока этот человек совершает, делает, за это вознаграждение равное мы тоже получаем. Есть изречение пророка Саула Саула. А лучшим продолжителем нашего дела и куда мы можем вкладывать – это, конечно же, наши дети. Все, что мы их благому, хорошему научили, и пока они это притворят в жизнь, за это вознаграждение Всевышний Аллах, иншалла даст этому человеку. Каждый вправе сам решать, что для него лучше. Но стоит учесть, что запрет на пропаганду бездетной жизни введен для общего блага. Ведь неокрепшие молодые умы не всегда могут точно оценить получаемую информацию. Наоборот, наша задача сегодня воспитать подрастающее поколение в духе традиционных семейных ценностей. Ведь дети – это действительно будущее. Но нам надо приложить усилия, чтобы оно было светлым. Важно, чтобы подрастающее поколение понимало, что рождение ребенка – это ответственный шаг, но ни в коем случае не боялось сделать его. Поэтому мы, старшие, должны до них донести, а лучше всего показать на собственном примере, что семейная жизнь, в которой есть дети – это счастье, и от него не стоит отказываться. Абдулла Алиев, Магомед Магомедов, Магомед Сагитилов, Мурат Бегбарзов, телеканал ННТ, Махачкала. Глава Дербента Ахмед Кулиев поручил закрыть заправки вблизи населенных пунктов. Он об этом сообщил на совещании по вопросам безопасности АЗС. В городе 14 заправок, три из которых приостановлены. Остальные, расположенные рядом со школами и с жилыми домами, вызывают обеспокоенность. Меры безопасности на этих станциях могут быть недостаточны в случае ЧП. Вот сейчас мы же видим, что эта заправка представляет реальную опасность на таких плачевных примерах два взрыва, которые за неполные годы будут здесь, в республике. И где погибли огромное количество людей. И пострадали абсолютно невинные люди. Если там реально, даже если далеко будет стоять от этого учреждения, если взрыв там реально такой произойдет, то все разнесет. На месте закрытых АЗС Кулиев предложил построить другие коммерческие объекты, которые не будут представлять угрозу жителям, но принесут прибыль владельцам. С ними еще раз побеседуем. Хозяева это заправок, которые хотят видеть, деятельность поменять. Мы даже пойдем на встречу, и поможем там этот вопрос решить. Никаких проблем не создадим. Посмотрим по архитектуре, что там подходит, дайте им возможность построить и работать. Напомним, что в Махачкале в сентябре этого года произошел взрыв на АЗС, который унес жизни 13 человек. Еще 22 получили ранения. На владельце заправки Джанхуватова возбудили уголовное дело. Он был задержан. В настоящий момент арест продлен до 27 декабря. Против коррупции. Кто виноват больше? Тот, кто дает взятку, или тот, кто ее берет? Этот вопрос задали жителям и гостям республики. Большинство считают, что основную ответственность несет тот, кто берет взятку, так как именно он обладает властью и принимает решения, нарушающие закон. Однако есть и те, кто считает, что дающий взятку виноват не меньше, потому что он инициирует коррупционную сделку. Скажите, пожалуйста, кто несет больше ответственности? Тот, кто дает взятку, или тот, кто берет? Мне кажется, тот второй. Почему? Потому что он сам принуждает этого человека отдать. Я считаю, что здесь доля ответственности равнопропорциональна. Ну, принято в нашем обществе считать, что тот, кто принимающая сторона, на нем больше ответственности. Ну, это в том случае, когда вынуждают брать. Но нельзя при этом полностью снимать ответственность и стороны, которые дают. Потому что без тех, кто дает, этой коррупции не было бы. Скорее всего, кто берет? Почему? Потому что если он берет, то порождаются спросы на них, и получается. Ну, наверное, тот, кто дает. Почему? Ну, если бы не давали взятку, то, наверное, бы и не было коррупции. Я думаю, что эта ответственность одинаковая для обоих. Тот, кто берет взятку. Мне кажется, это баланс ровный. Кто берет, а кто дает. Оба. Потому что, если бы не давали взятки и не брали бы, каждый был бы на своем месте. Отметим, что 28 ноября в Управлении Федеральной службы судебных приставов Дагестана пройдет горячая линия по вопросам противодействия коррупции. Каждый сможет обратиться к специалистам с темами, связанными с этой проблемой. И к новостям спорта. В Махачкале определился победитель 10-го чемпионата Шамильского района по мини-футболу. Юбилейный сезон на первой строчке турнирной таблицы завершила команда «Кахиб». Атмосферу заключительного тура передали наши корреспонденты. Чемпионский коридор как дань традициям и знак уважения сопернику. Футболисты «Кахиба» обеспечили себе золотые медали за тур до финиша сезона. Но в заключительном матче они не стали почивать на лаврах и одолели соперников из Хороды. Почетный трофей команда добыла впервые в своей истории. Словами не передать мы действовали, к этому шли. Старались, тренировались, действовали, шли. Каждый год у нас не получалось, что-то намешало. На 10-й год на юбилейный мы смогли достичь своей цели. Как я знаю, не было, чтобы чемпион защищал два раза подряд никто не выигрывал Шамильскую лигу, если мне память не изменяет. То мы хотим два раза повторить, еще раз выиграть, чтобы быть первыми в истории, чтобы кто два раз подряд выигрывал Шамильский чемпионат. Интрига к 15-му туру оставалась одна. В центральном матче команд Хо-То-Да и Мо-Ко-Да решалась судьба серебряных и бронзовых медалей. Если первых устраивал любой исход, то вторым нужны были очки. Эта встреча прошла при полном аншлаге. Чемпионат Шамильского района, конечно, набирает с каждым годом обороты. Мы слышали, что в чемпионате Германии в 6-м дивизионе, в 7-м дивизионе люди активно приходят, болеют за свою маленькую команду. Что-то такое мы видим и в чемпионате Шамильского района. Организация, конечно, превозошла все ожидания 10-го юбилейного турнира. Здесь были и флаги, и фаеры, вся вот эта субкультура болельщинская. Она просто охватила чемпионат, чем вызывает интерес у тех людей, которые даже никогда не смотрели футбол. Острый и богатый на события матч завершился в ничью 1-1. Этот результат, как оказалось, устроил обе команды. Хотуда и Мокуда финишировали на втором и третьем месте. Турнир начинался уже 10 лет назад. Сегодня, конечно, 10-й юбилейный турнир. Точнее, это чемпионат Шамильского района. Она проходит почти полугода. Все команды встречаются друг с другом. И вообще, с самого начала, целью этого турнира являлось объединение молодежи вокруг здорового образа жизни. Кто даже захочет поспорить, у него не получится. Почему? Потому что настолько правила созданы и регламент создан на максимально прозрачном уровне. Чемпионов и призеров ждали заслуженные награды, кубки, медали, а также денежные конверты. Организаторы также учредили индивидуальные премии. Лучшим игроком 10-го сезона признали Сайпудина Османова из команды Хотода. Награждение прошло в торжественной обстановке. Курбан Рагимов, Шамиль Хириасулаев, телеканал ННТ, Махачкала. Завершение выпуска коротко о погоде на завтра. Температура в столице Дагестана ночью 4 градуса тепла, местами кратковременные осадки. Ветер северо-западный 10 метров в секунду. В нем воздух прогреется до 6 градусов. Осадки сохранятся ветер также северо-западный 10 метров в секунду. На этом я с вами прощаюсь. Для вас в студии работала была Ахмедова. Хороших новостей и до скорых встреч в эфире.